На экране комедия, в зале настоящая драма. Странный вид обрели публичное слушание по судьбе Бадаевского пивоваренного завода. Сотни местных жителей пришли, чтобы высказать свое мнение о проекте реновации памятника промышленной архитектуры. По планам, на месте большинства исторических зданий должен появиться гигант на сваях. Люди уже прозвали его Думом на куриных ножках. О том, удалось ли в итоге договориться, Ольга Турченинова. Они собрались за два часа до начала слушания. Сотни жителей района Дорогомилова. Свой чужой определяют на входе. На тот случай, если вдруг попасть на мероприятие, захочет кто-то не местный. А вы откуда? Вам тогда надо в последнюю очередь проходить? Я живу. Я вас спрашиваю, где вы живете. А я отвечу. Мы легко ответим. В зале тем временем на большом экране крутят кинокомедию. Видимо, пытаясь задать граду сообщения. Но то, что ничего веселого точно не выйдет, кажется, хорошо понимает и сам застройщик Капитал Групп, выставивший вокруг президиума крепкую охрану. Вы режете здание по-живому. Я не знаю, что вам еще сказать для того, чтобы до вас это дошло. Я прошу обессожителей отклонить проект. Что мы оставим детям? Что мы оставим детям? Внукам? Мнение у жителей абсолютно единогласное. Все попытки зачитать доклад проваливаются. Вам позор. Среди тех, кто пришел, и арендаторы Бадаевского завода. Их сейчас, несмотря на действующие договоры, что называется, выкуривают из помещений. Болгаркой начали резать дверь, чтобы открыть замок и попасть в помещение. Когда они справились с дверью, пошли ва-банк. Отключили свет и воду. Обесточенная школа танцев лишилась чуть ли не всех клиентов. А в холодильниках кафе пропали все продукты. Все попорчено. Начало тут течь по всему полу. Наталья вложила в ремонт полуразрушенного подвала свою квартиру. Теперь держит оборону и даже тут ночует. Это уже самоуправство. Если вы не согласны с договором, что-то вас не устраивает, идите в суд. Но капитал-группа этого не хочет. Поскорее выпроводить предпринимателей владельцу нужно, чтобы начать строительство жилого комплекса на 30-метровых сваях. Местные жители уже прозвали его гусеницей и домом на курьих ножках. Когда я первый раз увидела фотографию этого проекта, вы знаете, я уже спать не могу спокойно. Потому что то, что предполагается, это полностью уничтожит район. Бадаевский пивоваренный завод появился в 19 веке. Строить его позвали самых именитых архитекторов, среди которых и Роман Клейн. Тот самый, который проектировал здание музея имени Пушкина. В 90-е завод был признан памятником промышленной архитектуры. Но владелец добился отмены охранного статуса почти всех строений. Кроме двух их пощадят. Все остальные снесут. В том числе и постройки, автором которых, считают эксперты, также является Клейн. У них идет общий рисунок окон, общий рисунок фризов, орнаментов. Это все здесь есть. Здесь нет предмета для дискуссии. Для профессионала здесь предмета для дискуссии нет. В слушании, как признался сам застройщик, по факту процедура формальная, носящая только рекомендательный характер. Понимают это и жители, поэтому готовят коллективные иски в суд. В том числе и для того, чтобы отменить решение комиссии, лишившей большую часть строений завода охранного статуса. Ольга Турченинова, Егор Вожлецов, Маргарита Королева. Вести.